Играет музыка Играет музыка Играет музыка я хочу действительно задырнуть в мир музыки, называется как музыка воздействия на сознание. Что для нас важно? На самом деле мы уже больше 10 лет занимаемся нейромаркетингом. Для некоторых, кто-нибудь слышал слово нейромаркетинг? Ого! Я часто выступаю среди маркетологов, среди людей, которые занимаются продажами, они не знают, что такое нейромаркетинг, они знают, что это какая-то модная вещь. Мы занимаемся этим 10 лет. И сейчас мы уже понимаем, что с приходом ей, да, это такой экскурс, да, от ретро, новые технологии. И когда мы понимаем, что пришла эта технология, мы понимаем, что она изменил наш мир так же, как она изменила интернет. И мы не можем ничего с этим сделать в любом случае. Нам придётся с этим работать, нам придётся работать с тем поколением, которое выросло на цифровых технологиях, и работать с тем, как воспринимают эту музыку. И в данном случае мы рассматриваем искусственный интеллект. Это не какая-то пугающая новинка, да, это уже достаточно удобный и распространённый инструмент. И если посмотреть, что происходит уже сейчас, может быть, вы знаете или нет, но уже есть первые свиты, которые написаны искусственным интеллектом. Есть музыка, которая подстраивается под вас, под ваш пульс, под ваше настроение, под ваши биоритмы, если у вас есть, конечно, гаджеты. Музыканты учатся играть рифы и аккорды, сгенерированные нейросетью. Очень сильно учились, но иногда это получается. И евровидение. То есть сейчас мы слушаем пока ещё аналоговых артистов, да, а потом это начнётся исследование и выбор той музыки, которая у нас генерирована нейросетью. Саундтреки нейросети — это вообще используемая тема. Очень часто в бизнесе сейчас это используют. Причём система позволяет, система с искусственным интеллектом позволяет выбрать такой трек, который не похожий вообще ни на что. Появляются виртуальные певцы и певицы. А нирваны. А вы слышали, как сейчас переделали трек, поёт Фредди Мэккори, переплевает знаменитое тело. Кто-нибудь слышал? Нирваны в новом исполнении, да? Эми Уэйнхаус. Полюбопытствуйте. Фредди — это, конечно, вообще потрясающий эффект. Поэтому необычно такое слышать. Но это рождает некую новую для нас форму. Наш мозг всегда стремится к чему? К новинкам, к новостям, к чему-то новому. Это наша базовая функция. И поэтому нам в любом случае, какая бы технология нам не приходила, нам всегда будет в первом приближении очень интересно. Но поскольку мы занимаемся мозгом и бессознательным, да, то есть то, что происходит у нас ещё, в том том, как мы это мыслили, нам хочется понять, а как же мозг вообще обрабатывает мозг? Знакомая картина, да? Что это? А? Ну, можно сказать, да, ничем не напоминает. Цвета, конечно, очень совсем другое для нас. Вот у нас встреча нового поколения и старого поколения. Pink Floyd. Помните обложку? Наэросеть протестировала все треки, которые есть, выбрала три трека, которые самые богатые по звучанию. И одна из них — это The World. Да? Pink Floyd, да. И, соответственно, что они сделали? Исследователи привлекли некоторую группу людей, настроили на них датчики. Датчик называется ЭВИА, электроэнсфолограф, который считывает его потенциалы с головы нашего мозга. Соответственно, мы их выделяем, эти потенциалы, когда нам очень хорошо, или не выделяем, когда мы учимся, например, нам дико скучно. И что получается? Сейчас системы, искусственный интеллект и нейротехнологии, они очень сильно взаимодействуют, они идут совместно. И сейчас они уже проникают в каждую индустрию. И что сделали? Протестировали, взяли несколько людей, протестировали, как на них влияет музыка, и выделили этот паттерн. И причем этот паттерн, он может быть уже оцифрован. И перенесем в такие системы, как называется мозг-CI, интерфейс мозга-компьютера. То есть, когда мы подключаемся к неким гарнитурам, и мы можем уже на уровне нашего мозга выбирать те композиции, которые нам интересны. Восприятие музыки зависит от широкой сети областей мозга. То есть, нельзя сказать, что у нас есть какая-то суперобласть, которая отвечает за прослушивание музыки. И, соответственно, наша задача нашего мозга — отделить. А где речь, а где музыка? Что происходит, когда мы слушаем музыку? У нас повышается какое-то настроение, да? И мы его себе формируем, правильно? А когда кто-то говорит, типа, то, что я сейчас вещаю, что у вас включается? Не только слуховая кора, да? У вас еще идет и когнитивный процесс. То есть, вы пытаетесь понять, что я вам сейчас говорю. И у вас при этом может быть настроение какое угодно. Вы забыли выключить ручок дома. Или у вас кофе не попили, да? У меня стоит, я еще даже не глотнула. Я думаю, скорее бы уже это закончилось, и я уже купила этот кофе. Спасибо. Сделайте. Я обрабатываю себя дофамином, что я его скоро попью. А, надо заслужить это. Надо заслужить. Вся наша жизнь – это подкрепление. Все правильно. Так вот, задача именно музыкального произведения – для того, чтобы в правильную область нам попала эта музыка. И обычно это происходит в правом повышении. Почему я об этом говорю? Чуть-чуть позже. Но сейчас я вам хочу сказать такую вещь, что когда мы слушаем музыку, когда мы видим какой-либо, назовем это раздражающий стимул, это может быть какое-то изображение, видео, клип, человек, артист, тезис, да, или сама музыка, у нас в мозге возникает круг ощущений. И из нейробиологии я вам хочу сказать так, что до того, как вы осознаете, что вы приняли какое-то решение, вам нравится или не нравится, ваш мозг уже до этого это сделал за 200 миллисекунд. То есть каждое ваше движение может быть спрогрозированным. Это первый тезис. И, соответственно, как я сейчас сказала заранее, оцифровано. Что это нам даёт? Какую возможность? Вот смотрите, любой стимул или ваша музыка, которую вы сейчас прослушиваете, попадает через слуховую кору в наш сенсорный вход. И получается так, что первый круг замыкается в той области, которую мы называем центр удовольствия. То есть эта область выделяет определённые нейромедиаторы, которые заставляют нас чувствовать приятное или неприятное. Соответственно, это ощущение как раз рождает тот момент, когда нам хочется понять, нравится нам это ускорение. И только потом, если у вас определённым образом, так скажем, развит эмоциональный интеллект, вы можете либо остаться здесь, на этом круге, и чувствовать мир вокруг, да? Либо он у вас пойдёт по второму кругу, более, скажем так, рационально. То есть вы будете оценивать, насколько эта музыка важна, то есть какой опыт она вам даёт или давала раньше. Поэтому сейчас очень развиты дискотеки в 80-е, когда мы сюда приходим, даже далеко за 40 плюс, скажем так, и получаем удовольствие от этого. Соответственно, у вас может быть совсем другой опыт, потому что преимущественно я с конкурсовым историей обладаю. Так вот, что у нас происходит дальше? Когда нам музыка нравится, у нас определённые области формируют активность. Вот мы. Это как раз центр удовольствия. И получается таким образом, что доминирование этого права повышали, потому что мы именно оцениваем музыку при прослушивании. Даёт нам то ощущение, нравится она или нет. Музыкальные нейронные группы работают в связи с эмоциональными и когнитивными центрами. То есть, слушая музыку или, например, прогнозируя, понравится ли трек вашим слушателям, вы должны понимать, какую область и как она на нас влияет, через что. И нужно понимать, что у нас есть эмоциональное влияние и когнитивное, то есть более логическое. И музыку мы воспринимаем как набор музыкальных образов. То есть здесь, получается, конечно, у нас есть такая характеристика, как нравится или нравится. Но оно очень ошибочно. Оно очень оценочно. То есть оно не даёт вам то полное понимание. Сегодня вы нажали лайк, и у вас это пошло в предпочтение. Либо не нажали, завтра вам уже это не нравится. Соответственно, для нас, кто производит музыку, важно понимать, какой образ эта музыка рождает для человека. Ну и, соответственно, нужно ли спрогнозировать будущий выбор? На переработку музыкальной информации газовый влияние и зрительный, и создательный, и эмоциональный опыт человека. Его опыт, пожалуй, здесь является самым главным фактором. При взаимодействии отделов мозга с мелодией возникают эмоциональные ассоциации. То есть первое, что у нас получается, это круг. Запускается круг ощущений в нашем центре удовольствия. Второе, что у нас получается, определенный образ, с которым связана музыка. И следующее, насколько, какие эмоциональные ассоциации она может рождать. И провели исследование и доказали, что на самом деле люди, точнее, мозг, оценивает, насколько нам нравится или не нравится этот трек, за 30 секунд. Это вот как раз маркетинговая прослушивание 8-минутой программы. То есть это примерно совпадает с тем, сколько человек принимает решения и не принимает дальше слушать. То есть и в маркетинге, и в любой коммуникации, и в музыке, прослушивании, в чем угодно, у нас есть фактически только 30 секунд для того, чтобы мы приняли решение. А как я вам только что сказала, мозг принимает это еще за долго до того, как вы это знаете. И было прослушано в этом эксперименте 60 музыкальных треков, и людям сказали, что вы можете проголосовать, выбрать себе композицию, вы потом ее получите на диске, но вам нужно сделать ставку. Вот, например, эта композиция, 2 доллара, а вот эта вам не нравится. То есть появляется, что у нас задействовано было, и эмоциональное ощущение, запускался круг ощущений, и плюс еще экономическое, рациональное, то есть готов я тебе 2 доллара потратить на эту музыку или нет. То есть здесь уже появляется такой термин, как поведенческая стратегия. Поставить лайк — это тоже действие. Музыка вызывает перенастроенную мозгу, в результате которой увеличивается число нейронов, отвечающих максимальной реакциям на поведенческие значимые звуки. То есть у нас здесь появляется такой фактор, который позволяет нас выбрать эту любовь или не выбрать. А что значит выбор сейчас, когда есть искусственный интеллект, когда есть системы, которые позволяют сгенерировать свой плейлист. Это значит, что некая валюта внимания, которую мы вытаскиваем через вот эти композиции. И для того, чтобы... Такой-то тоже существенный вопрос, который я сегодня рассуждала, что, собственно, можно принести в эту историю сложную, где искусственный интеллект сейчас, может быть, за нас все решает, что мы будем слушать завтра. То, что можно сформировать предвкушение того, что мы сейчас услышим. Вот я вам рассказала про Пейден Беккель, который исполняет современную композицию. Есть предвкушение послушать, пойти, как же он там поет, да, человеку там нет, интересно же. И вот это как раз предвкушение, оно и позволяет активировать то самое место, тот центр удовольствия, который заставит меня сделать первый выбор, когда мы приходим в рекомендательную систему. Под что будет подстраиваться моя система, да, с искусственным интеллектом, который сейчас, возможно, еще не так развит, но скоро будет. Поэтому мы должны, если мы говорим о том, как мы будем дальше взаимодействовать, потому что Мартин точно сказал, что мы все можем быть уже музыкантами, да, но вопрос в том, под какую музыку будет настраиваться наша система и сформировать вот это ожидание, как ожидание выпить глоточек кофе, да, оно будет постоянно нас преследовать. Зачем ты двигаешься? И здесь появляется такой термин, я, наверное, его введу, может быть, сегодня впервые, музыкальная ДНК, которая есть или родится в эпоху искусственного интеллекта. Это цифровая согласованность музыкального трека. Мало того, что это по тем характеристикам тех трек, которые вы создаете, я здесь эксперт, здесь больше, может быть, вы знаете, а то, насколько она согласована и совместима с нашим мозгом, насколько это будет возможность выбрать. Ну и, соответственно, что у нас получается? Это ДНК будет состоять из визуального образа, о чем я рассказала, сопереживания эмоционального состояния и рефлексия собственным жизненным опытом. Вот эти три образа, которые формируют нам из нейротехнологии. И, соответственно, что сейчас может сделать искусственный интеллект? Он может создать нам такую форму, которую мы можем поместить в любой трек. И самый, наверное, важный тезис тоже отвечает на вызовы, которые у нас сейчас идут перед тем, что у искусственного интеллекта есть не для ретро, в том, что искусственный интеллект может позволить нам настолько персонализировать эту индустрию, и мы уже, как создатели, можем стать теми людьми, которые ставят задачу искусственного интеллекта. То есть понятно, что упрощение, понятно, что глиповое мышление. Почему он возникает? Мы с вами разговаривали, что 24 тысячи треков ждать за день. За неделю это там около 160 тысяч, да, за месяц, ну, представьте. А сюда добавьте еще, ладно, мы музыкальные индустрии, добавьте сюда то, что у вас огромное количество продуктов в магазине, о том, что у вас очень много задач по вашему ребенку. И третье, десятое, и у вас получается настолько информационно зашумленный, что мы уже просто не соображаем ничего. И, конечно, это рождает в том, что очень глиповое мышление, очень узкое, очень все, что легкое, все, что легко заходит, то и выбираем. И вот здесь, как раз на этом моменте, искусственный интеллект поможет нам персонализировать под себя, не мучаясь вот этим вот выбором постоянно, да, что мне выбрать, какую мне музыку послушать, могу найти нужное требование. То есть искусственный интеллект, да, именно ассистенты, они будут персонализировать. И, где-то, наверное, прошло, может быть, полгода, когда я на своих лекциях рассказывала маркетологам, что тогда я еще была в Сирии, еще не было как-нибудь искусственного интеллекта, как такового. И я рассказывала о том, что этот искусственный интеллект или систем не будет допускать до нас определенные бренды, если мы не удовлетворяем основную потребность. И поэтому так же и здесь, то есть искусственный интеллект, та же самая система подбора контента, как сейчас Яндекс.Музыка, Спотифайль, да, они будут формировать для нас повестку в зависимости от наших предпочтений. Может быть, вы не используете, по крайней мере, очень много уже носимых устройств, которые подключены на, там, вообще-то, неинвазивные, инвазивные, это Илон Маск, да, сегодня Рэджи, будет формировать для нас ту порезную мангу, которая согласуется с нашим мозгом. Соответственно, не каждый артист, не каждая песня до вас найдет. И сейчас уже появляются такие решения, очень персонализированные, может быть, вы слышали, это диджей, в Спотифайль появилась такая функция, диджей с искусственным интеллектом, то есть он постоянно для вас делает свою диджейскую волну. То есть он там говорит, Эй, я на давай сегодня послушаю с тобой какой-нибудь классный джаз. Соответственно, это тоже ориентируется, то есть любой искусственный интеллект, понятно, что это большие данные, понятно, что это ваши лики, то есть ваше воздействие, да, или восприятие, она будет закладываться в эту систему. И этот виртуальный диджей или виртуальный систем будет также формировать для вас свой индивидуальный плейс-лист. Как же к его выпасть? Это вопрос. Ну и, конечно, главная функция, это тот лайк, который вы ставите, да, и она, конечно, тоже на это ориентируется, тем самым обучая свою сеть, настраивая музыку к углу ваших предпочтений. И что получается, в чём ещё можно использовать искусственный интеллект, в чём он изменен в индустрии? В том, что, представьте, что вы какой-нибудь музыкант, известный, да, или группа, вы создаёте альбом первый, альбом второй, там всем нравится, а потом вы такие, а не будем больше у нас творческий кризис, все разожлись. Как это произошло с альбом? Нет нового альбома. И тут такие энтузиасты подключают искусственный интеллект и начинают за вас делать вашу музыку и выпускать новый альбом. Совсем другая история. Ну и, соответственно, есть разные, разные, так скажем, реакции артистов, да, на это, но вы должны понимать о том, что искусственный интеллект даст вам возможность не только вам создавать, но и под вас создавать. Ну и, соответственно, зачем нам нужны музыкальные приложения с искусственным интеллектом? Сегодня уже речь об этом немножко шла, но на самом деле у нас сейчас уже большое количество интересных приложений, которые позволяют нам генерировать музыку, генерировать различные музыкальные композиции из базы, внести ключевые слова, задать жалоб, получить там услуг от своего настроения, создавать различные видеоклипы, генерировать их сразу, генерировать звук и опираясь на бедную мелодию, создавать эмоциональные трепесты нуля, корректировать мелодию, то есть, что тебе нравится, ты можешь вести изменение, как тебе нравится. Ну и, соответственно, здесь получается, что одно из важных вещей это соединение подхода, как называется, по названию, нейростратегия, то есть, когда мы понимаем, какие предпочтения есть у человека, когда у нас есть технологии, бигдейта, ну и, соответственно, искусственный интеллект, но и нейронаука. Почему нейронаука? Потому что это фрагментальное понимание, как музыка влияет на нас. И в ближайшем будущем, сейчас это уже развивается, может быть, пока не у нас, по крайней мере, идет большой стадион, вопрос, это вот СДА и интерфейса мозг-клуптер и любые другие инвазивные, вжигленные чипы, которые позволяют нам сфорализироваться и быть управляемым искусственным интеллектом. Но на самом деле, вы знаете, я больше, наверное, отношусь к такому техно-оптимисту, то есть, я считаю, что, в принципе, все, что делает нас быстрее, ловче и умнее, это в любом случае хорошо освобождает нас структуры и позволяет нам заниматься творчеством. И, соответственно, что для нас здесь очень важно именно в ДЭВ-стратеге, то, что мы понимаем, что есть некий человеческий опыт, который усилен уже этими алгоритмами, что есть четкое преимущество для наших покупателей наших треков, слушателей, формировать дальше мы уже можем формировать такие глубокие коммуникационные стратегии и, соответственно, генерировать новый контент. То есть, мы можем уже ставиться дальше с москопомниками. Что можно внедрить уже сейчас? Вот здесь вот интересная история. Дело в том, что сейчас больших исследований в нейронауке и по исследованиям насколько влияет именно конкретный трек, нет. То есть, это сейчас вот прям вид науки. Но можно уже сказать, что у нас, у каждого из вас, точнее, есть мозг, есть центральная нейронная система. И у вас есть... Ну, у кого-то. Я считаю, что в этом зале есть ленинград, что на форуме есть точно. У нас есть несколько... Мы различаемся, точнее, как в едином стиле. То есть, наша центральная нейронная система сделала нас такими, что мы либо экстраверты и бежим, не видя преград, либо сидим, задаемся и ждем сохранить свою позицию, куда не двигаться. И в зависимости от этих поведенческих стратегий у нас идет и наша реакция, весь наш окружающий мир. И, соответственно, если у вас есть доминирующее правое полушарие, то, скорее всего, у вас будут предпочтения по жанру. Если левое полушарие, то по другим жанрам. И поэтому, понимая вот эту систему интуитивного стиля, то есть, кто-то у нас более интуитивный, кто-то мыслит образами, кто-то абсолютно абстрактный, то есть, он не понимает условного текста, ему нравится в целом абстрактная музыка, а кто-то совершенно рациональный, он оценивает то, что полетил человек, чаще всего это может быть какие-то вещи, где есть определенный текст смысловой. И что у нас получается? У нас получается, что сейчас мы можем поставить задачу искусственному интеллекту все эти поведенческие данные, то есть, наши предпочтения, нейрометрики, как мы реагируем, насколько у нас вот этот круг ощущений начинает функционировать, мы удовлетворяем свой царь удовольствия, соединить все это в нейростратегию и подключить к этому искусственному интеллекту, чтобы адаптировать все эти данные вокруг человека, вокруг конкретного человека. И дальше здесь искусственный интеллект, здесь формируются некие плагины, которые уже распространяют дальше каналы до нашей услышки. Каналы это социальные сети, генераторы музыки, сами придумайте, что еще. И что у нас получается, что вот это как раз ДНК, она помогает нам создавать для человека тот музыкальный контент, который определен позиционированием. Я надеюсь, была лекция, пропозиционирование, а, будет здорово, шикарная лекция продолжение этого. Будет еще крушка, я расскажу как на практике позиционирование музыканта. Да, образ музыканта. На самом деле, можно в интернете посмотреть, в поверии, очень интересная лекция, это в той части абсолютно в этом ключе высказывает. Ну и, соответственно, это эмоциональный опыт, о чем мы говорим, и наш объективный стиль, то есть как мы реагируем. И, соответственно, уже последний мини-блог, как на рестратегии искусственный интеллект меняет музыкальную индустрию. Здесь получается следующим образом, что у нас есть искусственный интеллект, и у нас есть естественный интеллект. В этой парадигме искусственный интеллект является нашим продолжением, продолжением рабочей памяти, избавлением нас от рутины, то есть фактически это наши дополнительные третья-четвертая рука. И, соответственно, у нас есть неинвозидные устройства, а есть инвазивные, те, которые включены в наш мозг, в наше тело. И я обычно на этом этапе вижу такое противоречие о том, как там чип жили, это же ужас, мы же все будем роботы. Но на самом деле сейчас уже у нас есть жимленые вещи, кардиостимулятор, скелеты различные, то, что дает возможность вживать. Мы уже с технологиями существуем. И вот сейчас тоже нельзя забыть про такую вещь, что уже сейчас появляется Apple зарегистрировала как раз патент на определенные наушники, в которых есть электродики, которые считывают, насколько вам заходит тот или иной звук. Фактически наушники уже настраивают нас на эту волну, которая совместима с деятельностью нашего. То есть это датчик YouTube во всех таком да, мониторинг да, да, да. И здесь, по крайней мере для нами технологии, здесь рождается очень большая стратегия, которая позволяет нам видеть, что на самом деле есть некие стимулы, есть музыка, вначале у нас был слайм, то есть то, что мы видим, то, что мы чувствуем, может потом быть интерпретировано за счет сигналов в нашем новом мозге. То есть фактически у нас уже есть в мире все технологии, которые позволяют нас формировать ту среду, в которой нам будет очень комфортно. Ну и соответственно какие у нас стратегии мы видим по крайней мере до 25-го года? Это индивидуальные плейлисты, способ демократизации музыкальной индустрии за счет повышения конечно креативности, возможность чем-то как навиться. стремление к новинке это наши базовые курсы, великие шедевры будут совместно созданы людьми и искусственным интеллектом, доступность и оценка эмоционального состояния. И пожалуй сейчас в конце уже лекции хотелось бы сделать такой вывод, что на самом деле персонализация она проходит не только в музыкальной индустрии, она сейчас и сделана. У нас сейчас где-то эра взаимоотношений и персонализации, поэтому искусственный интеллект поможет нам выбрать с общего вот этого огромного количества непонятных вещей, выбрать именно то, чтобы все-таки внуки потому что сегодня нам хочется послушать какой-нибудь хриви метал, а завтра пойти послушать какой-нибудь качественный джаз или релакс. поэтому музыка в данном случае в чем как бы войска она должна подстраиваться в банк. Я считаю, что с этим будущее, потому что сейчас все технологии уже до этого созданы. У меня все, спасибо. А нет ли ощущения, что вот эта и не рекомендательная система подстроена в отходе, читали лицо, знаем погоду, знаем только место больше ли делят усажившие или нет и вы вон-таки не видите что-то комфортное комфортное и все хорошо. И это ли путь к интеллектуальной деградации? Ну, поясните, считается в музыкальной среде, что сложная музыка развивает, ее нет задачи понравиться, не задачи перенести тебя вообще в другое пространство внутренне. Такое удивительное, что сложная музыка это способ изменяя свое сознание легальным способом в том числе для того, чтобы эмоционально, интеллектуально или как-то там другими правилами развиваться. Поэтому сложная музыка требовала инвестиции внимания. Соответственно, подходит, послушав 8 секунд, за 30 секунд предупреждение не слушать, это путь деградации. Потому что нафига тебе слушать то, что не нравится, а оно для культуры имеет значение. Например, это осталось как знаковое явление. Но в культуре смолба это может быть место. ТЫК! 8 секунд диагностика после предназначения следующий. А, вот норму. Вот это 30 мне понравилось, значит, мне будут еще больше 30-ти тик-ток артисты будут в ТОПе, композиторы со сложной публикой, когда вступление 2,5 минуты он готовит, чтобы донести первый участ в музыкальный музей. Где место здесь? Деградация, возможность сценария. Так как я тебе сказала, что я техно-артипист все-таки, я зацепился, знаете, да, 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 я недаром говорила про круг ощущений, да, то есть в любом случае, если у нас ощущения, просто вот мы сейчас говорим про то, что человек это биологическое существо, да, автомат. Нет, биологическое существо, какое автомат? Мы же не обручили, это слово, Соответственно, если у нас не запускается этот уровень ощущений, мы не чувствуем музыку, соответственно, она в данный момент удовлетворяет нашей основной безогнательной потребности получить это удовлетворение. Это с одной стороны. Второй важный фактор, о чем я говорила на лекции, то, что есть поведенческие стратегии. Понятное дело, что, наверное, здесь я расскажу кейсом, мы в период пандемии проводили исследования среди разных людей, насколько они могут успокоиться в период пандемии, поскольку у нас была очень большая тревожность, и, соответственно, кто как себя в закрытом пространстве успокаивает. Вот ты чем занимался? Слушай, а можно. В общем, были несколько, скажем, собрали рекомендации со всего интернета, что надо там, для того, чтобы успокоить послушную музыку, погладить кошку, там, не знаю, выпить чаю, помять лаймы, попрыгать, побегать или потанцевать. И, соответственно, мы когда подключили людей, то есть мы их определили на разные стратегии, о чем я говорила, что первые это такие достигации. Дальше, а, я всегда. Да, да. Мы не по-разному шляпе, а... Именно, да, да, да. То есть, соответственно, пришли люди, да, мы датчики не внедрили, а на три. Мы будем так сильно инвазимы, да, ты говорим? А на два улица нужны? Это, наверное, и следует. Да, вообще, пожалуйста. И что у нас получилось? Что у нас есть две стратегии. То есть, первые люди, которые такие, скажем, с доминирующими правым полушарием, для них было важно послушать музыку, поклонить себя по плечам, поклонить. У них уровень тревожности, я не буду сейчас про плоды говорить, сильно снижался. Но когда мы то же самое дали другим людям, для которых важно сохранить свои позиции, которые были вот левого полушария, они страдали. Вот просто страдали. И уровень тревожности повышался просто в разы. Соответственно, для них важно было погладить кошку, попить чай с ним, да, по размеру из лая. То есть, у нас, в зависимости от нашей центральной нервной системы, это поэтическая стратегия, есть определенные предпочтения, которые мы должны удовлетворять. И, соответственно, от этого и есть та музыка, которая там, нравится ли мне, нравится ли. какой-то механический, я пытался сказать про что-то сложное, про то, что, ну, например, есть музыкальные авторитеты. Вот все говорят, Эдуардер, Емель, Великий и композитор. Ты ставишь и хрена не понимаешь, да, за 30 секунд, не за 5 минут, да, соответственно, тебе только авторитет имени и значение человека в культуре заставляет неоднократно возвращаться к этому произведению для того, чтобы понять и разобраться. Моя собственная музыкальная группа дровна, такой же и есть, например, мало кто, наверное, сейчас уже знает, но есть там великая группа ИС, которая там про группу своевременей. Вот какой данный товарищ авторитет большой музыкальной кабинет в тот период моей юности сказал, слушай, если ты не больно в эту группу, у тебя нет шансов в эту голова, ну, что ты такой? Соответственно, я слушал, слушал, но ничего понять не мог, когда ты любишь артиста в хоруме там, тебя полноцепили, там, герархипы и так далее, в общем, никакой лес с автором сложный, но в какой-то момент прошило и сознание изменилось настолько, что открылась целая вселенная, грубо говоря, я в музыке услышал физические принципы других пиров, взаимодействия пространства и времени и вот условно такое, то есть я перенес себя в измененное состояние и понял, что этот труд ментально-эмоционально для меня сильно окупился, я почувствовал сильно, как бы, духовно богаче и, как бы, понял, что сложная музыка требует раскрытия и интеллектуального труда определенного. Это какой-то тип познания, мироздания в широком смысле. И если бы я делал себя только в функциональном смысле, ну, что мне подираться через сложность? Пользуйся тем, что, как бы, функционально. Поэтому рекомендательные системы несут такой риск, что они отсекут сложных, потому что на них нет реакции. А у потребителя, чтобы появилось мотивация пробираться, ну, должен кто-то поработать? Это ключевое, должен кто-то поработать. Я изначально сказала, что мы должны быть те первые, то есть мы формируем, ставим задачи для рекомендательных систем, для искусственного интеллекта. И я вот здесь открыла как раз систему. Можно сказать что-то подробнее? Да, систему психотивов. Смотрите, значит, есть вот эта вот карта, это индивидуальная карта каждой личность. И то, про что говорил Валера, он окрутится вот здесь. Я здесь покажу. Я на людьми уже говорил, которые слова не будут говорить. то есть какие ключевые слова он сказал? Для того, чтобы он погрузился и узнал про эту тему, ему сказали, что есть великий авторитет. Назвали имя этого условно-проекта и сказали, что если ты это не сделаешь, ты лошарь. То есть фактически кто запустил три клиента? Тот человек, который... я сказал тебе, что здесь находится авторитет. А есть люди, которые вот эти замкнутые. Им вообще авторитета не писано. Эти люди максимально тревожные. Поэтому для них чем проще, тем лучше. Наша цель может такой, что ли? Наша цель дать каждому, знаешь, это как в коммунизме, в социализме, точнее. Каждому по потребности. Понятно. Поэтому не каждому зайдет то, что захлопит здесь или здесь. Поэтому существует четыре когнитивности. Это наша реакция на раздражители. А потом у нас есть, конечно, в нейромиологии музыки есть такие известные вещи, как музыка Моцарта, которая развивает эмоциональный интеллект вообще в целом. Но для этого нужно, чтобы кто-то авторитетный, как ты, будучи, например, если я здесь, мне сказал, послушай Моцарта, развивая твой искусственный оборудитель. Тема развивается допущенно про то, что беременность не суть важна. Да, можно и там, но везде, в любом обществе существуют все эти психотипы. Вопрос в том, где, в каком обществе, кто примерно однако все будет. Вопрос в том, в зависимости от предпочтения. В Москве, например, индивидуала, ведерок, книги, то есть больше вот эта часть. Регионы у нас больше консервативные. китайцы на русские продукты реагируют точно так же, как и русские. Ну, то есть у них тот же самый психотип, только образы. То есть мы все похожи, не вне зависимости от питательности. Но триггеры разные. Это пункт, да, вам? Нет, все понятно, но очень интересно. Ребята, кто слушает музыку, видит образ. Не все, но многие. Собственно, как бы, макарпинки разные. Вплоть до того, что можно попадать в некое состояние транса, когда ты наблюдаешь целые мультики, развивающиеся историю, сейчас все подвигают миром. Поэтому одна из концепций поигрывания музыки то, что это трансляция из каких-то других пространств, сильно удаленных или недалеко удаленных. Функциональная музыка потанцевать подвигать иногда это очень близко к нам, это все понятно, как сделано, да, а как бы неземная музыка, она очень красивая, а в основном она сильно не отсюда, она сложная. И вот эти вот наши некоммерческие жанры немного по сути выглядят как эмоциональный опыт путешествия в другие пространства, где музыка является вот этим триггером попадания туда и наблюдения за этим. и музыка не ставит целью понравиться никоим образом. Более того, что если сразу ты слышишь ласковые звуки, модные секты, и ты для маркера ровно, противоположный, это горимая попса, которая пытается попасть мне в центру удовольствия, вы ее нафиг говорили себе, потому что я уже вижу достаточно, чтобы понять, что это маркетинг, в этом треке много маркетинга, а я исследователь, я хочу сложного, своего, необычного нарытия, то, что будет моим культурным опытом, а не культурным опытом из центра исследований нейропоркетинга, который просчитал меня, что он цифровым исследованием все, значит, формировал, ладно, сейчас выбрал из базы, то, что мне удовольствие принесет, но вы же, я так, обвиняю в них практически, вы же скоро блин на лету будете генерить эту музыку, которая под меня будет, блин, подстраиваться, да? Знаешь, как говорят, очень важный такой тезис по нейромаркетингу, где у стимулы реакции, если мы уголовили, то есть фактически твоя свобода воли выбрать, где поставить этот формирование нравится, не нравится. То есть фактически мы здесь говорим о том, насколько музыка, какая музыка, точнее, нам нужна, чтобы нам облегчить любое среди там, ну, стальной группы и ты уже можешь поставить задачи искусственных телек, уже системе... Я так могу. Надо? Так. Ну, скажем так, совсем просто, в любом случае система настройки позволяет подобрать у себя определенную музыку под каждую твою стратегию или под каждое настроение. И ты можешь задать фактически цепь, например, я хочу развить искусственную телеку, и он тебе даст твой искусственный телек. Ой, естественно, да, искусственную телеку развить твой естественный телек. И, соответственно, оно тебе, например, даст Монцарт, аггер, гвоздицы. Можешь пару слов в этой схеме, потому что ты ее слишком быстро пролистала. Это то, что вы используете в исследовании, да, вы разбивая акселью аркетологию? Здесь критикности и психотипы вот здесь с их реакцией. То есть психотипы внутри, да, то есть показаны в зависимости от каждого. Вот это жанр предпочтение в общей массе в зависимости от типа центральной реакции. А может человек вот с реальной диагнозом критикности вырубить электронику совсем долгой бонус? Можно. У людей творческих бывает развитие вот эти карты каждого человека у творческих людей бывает развита на нескольких психотипах внутри. У меня четыре психотипа. Но я, например, переключается в зависимости от каждого растража. Нет, не дополняюсь. Смотри, если перевести на потребительский рынок, то таблетки покупаешь консервуат, машины как и намного. в зависимости или наоборот. Понятно разница, да? То есть у нас на каждый стикл своя реанция. И человек формирует предпочтение внутри своих личностных характеристик. То, с чем он родился и какой опыт он приобрел. Поэтому, когда ты сказала, что у тебя есть осмотренность музыкальная, ты уже можешь найти где маркетинг, где нет маркетинга, ты просто будешь более качественно выбирать. системы будут с удостраиваться с тобой в будущем и сейчас. То есть моя персональная система, которая будет хорошо меня знать, понимать, что хорошо и плохо для меня и для меня будет подвигать на работу для моих целей. А не против меня. я просто хочу спросить и сказать. Живет человек и он все время кушает картошку с клеточкой или мишепку с мясом и прочее. Ваша система так меня подставится и она мне дает все время это минимум. Но при этом я не знаю о существовании плода манго. Я не знаю, что есть виноград. Понимаете? То есть система так меня подставится, она опустилась грубо говоря сейчас на мой уровень она меня кормит тем чем я как бы являюсь. А вдруг если что-то выходящее за рамки вот этого обыденного меню которое под меня подставится оно мне понравится больше чем картошка с мясом. Спасибо за вопрос. Есть такой был точнее такой деятель Гетрифорд который думал очень классные автомобили и он сказал что если я пойду и спрошу у людей что им нравится что бы они хотели то они скажут дай нам еще более сильную лошадь и как раз вопрос о том что вот здесь есть место человека для того генерирует новый контент который будет закладываться перед взятым системам сейчас в Яндекс.Музике уже присутствуют есть новые треки которые включаются и все равно помню почтения поэтому здесь как раз место артиста для того чтобы генерировать этот новый опыт и предлагать его нам конечно человек не пробовавший манго это не знает но задача артиста дать ему это манго на вкус здравствуйте меня зовут Иван Канаев я кинокомпозитор и музыкальный продюсер для кино на платформе Старп спасибо большое за все что вы рассказываете это очень интересно конечно наши продюсеры тоже занимаются музыкой истории изучают поэтому я обязательно там говорю о правде чтобы с ним поговорить подушало как делать действительно хитовые какие-то вещи а я думала вот к его я со своей стороны как человек который регулярно пишет музыку имея перед собой задачу передать какое-то настроение могу сказать что пока что ни один из сервисов быстрее и качественнее чем живой человек этого не сделает потенциал здесь конечно какой-то есть история с тем что любой человек сможет нагенерировать какой-то полноценный троксильном преувеличенном потому что человек с музыкальным производителем и вкусом 100% сделает это быстрее и лучше но в целом это очень интересная штука и вы очень увлекательно рассказываете спасибо большое спасибо спасибо за комментарии я вопрос еще можно подожди можно два слова про твою компанию что вы делали для больших брендов которые у тебя перечислены вы не очень поняли в связи с лекцией ну лекция была очень специализированная спасибо вообще теперь скажи а основной бизнес у вас какой что делать мы занимаемся нейротехнологиями нейромаркетинга для крупных компаний и мы формируем стандарты нейромаркетинга с лекцией то есть фактически какие какие слова должны быть для того чтобы компании донести основное позиционирование и самое интересное что это позиционирование которое мы соединяем с тем насколько покупателям которые покупают продукты эти компании это позиционирование тоже близко и какая у них сознательная потребность то есть не просто послушать а что человек удовлетворяет на этот момент а можешь какой-нибудь практический пример привести задачи компании представить что вы делаете их на решение предлагаю самое интересное которое было связано с нашей сегодняшней темой это была компания и соответственно у них было два видеоролика видеоролики были одинаковые но они задачу поставили следующую что вот есть два трека это была композиция классическая музыка и соответственно нужно было выбрать убеление эмоций и соответственно какой из этих треков будет более подходящим и что получилось когда мы надели все татчики и стали тестировать а что же человек в этот момент видит никого чувствует насколько мы все даже если мы слышим мы все равно визуально все представляем вопрос об образах и что получилось помимо музыки на самом видео были люди типа счастливыми улыбками которые падали вот они падали со счастливой улыбкой и у них там пустое пространство пробивая стаканчики мячи там что-то еще было просто падает никуда люди забыли что такое вообще трек они испытали такое чувство падения обию что им было вообще тени до музыки поэтому вопрос был а вот человеческий мы как бы никак это не определить в смысле того что я вот продюсинг сколько 30 лет в индустрии да не будет работать давай другую ему хватает экспертиза правильно вот компания сбер я думаю там тоже аналитический центр ее идеи мы с удовольствием используем любые инструменты это как бы нормально это классная штука мы сами развиваем у себя продакшн с использованием этого это абсолютно нормальные какие-то вещи просто-то если вы этим занимаетесь профи наверняка у вас больший объем данных каких-то и я бы с радостью посоветовался перед тем какое-то решение потому что мы все же субъективные товарищи и у меня есть только какая-то часть о том же экспертизы вообще мировой поэтому в качестве какого-то справочника теста маркета вообще с удовольствием это хорошо и правильно спасибо за данный связь потому что у художников бывает ужас когда коррективное принятие решения у вас видит творческая группа двенадцать человек приходит супервайз и говорит вот это хорошо а на том конце сидит девочка двадцатилетная которая слушает хип-хоп другой в конце продюсер а потом еще инвестор условно говоря все из разных музыкальных да и вот это вот баталия в результате появляется то что компромиссно а не то что лучше правильно ну компромиссно скажите я немножко прокомментирую потому что действительно бывают разные случаи и у нас в старте вообще это норма что нет одного человека который принимает решения не всегда какие-то вещи но для наших каких-то творческих коллабораций конечно генеральный продюсер имеет решающее какое-то значение в том числе и по музыке потому что он в общем-то поле точно понимает для какой аудитории они герои проект поэтому он уголовствуется большим каким-то планом локально да наверное бывают какие-то вещи где можно утрихнуть его в отсутствие неполноценности вкуса но в целом они редко ошибаются это правда да давайте скажем спасибо 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 спасибо